Священство Со времен апостолов, учеников Христовых, высшая власть в церкви принадлежала соборам. Самый первый из них состоялся в Иерусалиме в 51 году от Рождества Христова и получил название «Апостольского собора». Приемниками апостолов стали епископы, и впоследствии такие соборы стали именоваться поместными. Церковные соборы способствовали появлению титула, значение которого определялось как «Первый среди равных». Из нескольких епископов избирался патриарх, епископ, ответственный за созыв Поместного собора и утверждение его решений от имени народа. Апостольское правило гласит, «Епископам всякого народа подобает знать первого из них и признавать его как главу и ничего не творить без его согласия, но и первый ничего не делает без согласия всех». Слово «патриарх» в переводе с греческого означает «первый из отцов», «родоначальник». В Священном Писании оно встречается только при воспоминании двенадцати сыновей Иакова, родоначальников народа израильского. Апостол Павел называет патриархом праведного Авраама. Глубокая вера, готовность пожертвовать самым дорогим, следуя воле своего Творца, заслуживает почитания, какое Церковь оказывает образу и идеалу патриарха. В истории христианства патриархом называется епископ, управляющий поместной Церковью. Той частью Вселенской Церкви, которая имеет статус самостоятельной или автокефальной церкви. В 325 году римский император, святой равноапостольный Константин Великий созвал Первый Вселенский Собор, который состоялся в городе Никее. В качестве председателя Собора святой Константин узаконил его определения, главным из которых был символ веры. Подобно тому, как были у императора помощники в области светского и военного управления, должен был появиться помощник и в области управления духовного. Так началось формирование титула Исана Патриарха, который был окончательно установлен в V веке и сохранил свое каноническое значение до наших дней. Вторая столица Римской империи, Константинополь, стал столицей Патриархата. В 325 году на Первом Вселенском Соборе святителю Митрофану был присвоен титул Патриарха Константинопольского. Его служение в этом высоком чине было недолгим. Святитель был болен и за 10 дней до смерти по просьбе императора назначил себе преемника – епископа Александра. Представился святитель Митрофан в 326 году в возрасте 117 лет. В 451 году на 4-м Вселенском Соборе был окончательно установлен титул Патриарха, а самые крупные центры христианской жизни стали центрами патриархатов. Епископы Рима, Константинополя, Иерусалима, Александрии и Антиохии стали носить титул Патриарха. До середины 15-го столетия Русская Православная Церковь являла собой самую многочисленную и пространную метрополию, которая была в составе Константинопольского Патриархата. В 15-м веке, после падения Византийской империи, Русское государство стало единственным независимым православным царством. Москва в полной мере осознала себя в роли Третьего Рима, а Русская Церковь обрела каноническую независимость. И в 16-м веке великий князь Иоанн IV принял царский титул. Во время царствования Фёдора Иоанновича в 1589 году при участии патриарха Константинопольского Иеремии II был избран первый русский патриарх – святитель Иов. Промыслительно Русская Церковь получила патриаршее возглавление, словно сама история готовила русский народ к предстоящим испытаниям смутного времени, когда само существование государства и православия стояло под угрозой. Святители Иов и Гермоген со всей полнотой своей горячей веры и преданности православию благословили русский народ на борьбу за веру и Отечество. После окончания смуты в царствование Михаила Фёдоровича Романова ближайшее участие в управлении страной принимал его отец, патриарх Филарет. Соединяя в своем правлении светскую и духовную власть, он поднял государственное значение патриаршества до высшей степени. В годы великих испытаний, выпавших на долю русского народа в ХХ веке, патриархи сохранили единство Русской Церкви, в которой воссияло множество новомучеников, показав нам пример пламенной веры и верности Христу. Многие предстоятели Русской Церкви, являясь выходцами различных сословий и носителями разной степени учености и таланта, смогли осуществить преемство в управлении Церковью, став для православных христиан образцом веры и мудрости. Два великих дела предлежат пастырям Церкви. Спасение собственной души и спасение душ, вверенных Его водительству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok